В эфире Рязанской телекомпании «Город» ежедневный выпуск программы «Время говорить». Здравствуйте! Наши журналисты, как всегда, расскажут вам о самых интересных событиях. Коротко о главных новостях. Чтим память! В Приокском прошла церемония возложения цветов к памятнику советско-польскому братству по оружию. Рязанские полицейские отремонтировали в селе Поляки Путятинского района дом-музей Героя Советского Союза. В преддверии праздника в городе продолжают проводиться фронтовые поляны для ветеранов Великой Отечественной войны. Ну а теперь обо всем подробнее. В Рязани, в поселке Приокский, состоялась церемония возложения цветов к памятнику советско-польской дружбы. В мероприятии приняли участие губернатор Олег Ковалев, представители городской власти, Советы ветеранов, общественники и просто все желающие. Эта красивая церемония была посвящена 31-й годовщине открытия памятника. Этот величественный монумент, изображенный в виде залпа «Катюш» и бегущих в атаку советских и польских солдат, посвящен формированию в Отечественную войну подрезанию 1-й польской дивизии имени Тадеуша Костюшко. Памятник создавали специалисты обеих стран. Сегодняшняя церемония является данью памяти, многолетней дружбе и поддержке государств. В этой дивизии воевали и поляки, и евреи, и русские, и белорусы, и другие народы. И вот это действительно было братство. И очень важно, очень важно нам сегодня держать, как говорят, удар и сохранять историческую память. Потому что истину ее уже не перепишешь. Как бы политики не пытались исказить эту истину, ее не перепишешь. Она есть, она в исторических документах, она в исторических фактах, она в исторических событиях. И несмотря на весьма напряженную обстановку, сложившуюся сегодня на политической арене, мы всегда будем помнить о том, как наши предки бок о бок шли к великой победе. Мы должны всеми способами, которые есть в нашем распоряжении, доносить до молодежи правду о той тяжелейшей, драматичной, трагичной Великой Отечественной войне, связанной с множеством жертв. И той великой победе, которая была достигнута 9 мая 1945 года. Я всегда на встречах прошу ветеранов рассказывать об эпизодах их жизни в тылу, на фронте. Каждый эпизод останется в памяти этого ребенка, этого молодого человека. И в последующем, когда он начнет уже оценивать это все, это все вернется, это все сохранится. В 43-м году именно на Рязанской земле готовили дивизию, которая стала основой польской народной армии. Так можно ли забывать такую историю? Ведь с самого начала она у нас была общей. Мы продолжаем. В городе сейчас идет масштабная подготовка к празднованию юбилея Дня Великой Победы. Этой ночью, кстати, планируется перекрыть центр города от площади Победы и до улицы Ленина. С 9 вечера и до половины второго ночи пройдет генеральная репетиция Парада Победы. Так что планируйте свой маршрут заранее. В Рязани одна за одной проходят фронтовые поляны. Организуются они специально для наших многоуважаемых ветеранов. Чествуют участников войны и в домах культуры, и в различных учреждениях. За освещение предпраздничных полян взялись сразу две наши съемочные группы. О том, где и как прошли традиционные фронтовые поляны, в совместном материале Глеба Галушкина и Натальи Новиковой. На плацу Академии ФСИН России состоялось театрализованное представление, посвященное 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Курсанты вуза перед зрителями показали в реконструкции подвиг героя Советского Союза Александра Матросова, молодого солдата, который закрыл своим телом фашистский дот, чтобы его товарищи могли продолжить наступление. Далее перед ветеранами войны выступали уже девушки-курсанты. Они прошли пешим строем под известные и любимые песни военных лет. Ну а далее с показательными номерами выступали спецназовцы службы исполнения наказания Рязанской области. Они демонстрировали приемы противодействия при общественных беспорядках, а также отдел спецназначения «Росич» показал слаженные приемы при возникновении возможной боевой обстановки. Примечательно, что на нынешний праздник, помимо ветеранов войны, пришли семьи сотрудников Академии ВСИН России. Ребята осматривали технику и вооружение, а для детей помладше устроили конкурс рисования мелками на асфальте. Но, конечно, главные герои праздника – это ветераны войны и тружники тыла. Для них разбили палатки и накрыли фронтовую поляну. Я с первого дня создания этой школы подобных вещей не практиковалось. Работали и отдыхали. Но так не было. Сегодня я не только удивлен, я рад, что я под конец жизни оказался в таком коллективе. Конечно, это важно для ветеранов. Они должны сегодня видеть, что мы ценим, во-первых, их подвиг. Но я на протяжении нескольких дней говорю, что они совершили не один подвиг, а множество подвигов. Это подвиг в войне, это подвиг по восстановлению разрушенной страны, подвиг по воспитанию своих детей и внуков. И сегодня один факт тот, что они живы, находятся рядом с нами, принимают участие в воспитании молодого поколения – это тоже подвиг. И мы сегодня всячески хотим, чтобы они каждый год совершали подвиг и встретили еще не один, а многое количество дней победы. 5 мая в Дворце культуры Приокске были накрыты столы и выставлена полевая кухня. Из динамиков звучали песни военных лет. Специально для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла был проведен концерт. Звучали поздравления, приветствия и теплые слова. Ежегодные встречи в преддверии Дня Победы традиционно собирают фронтовиков и тружеников тыла. В неформальной обстановке гости смогли пообщаться, вспомнить былые времена своих товарищей. И, конечно, не обошлось без цветов и подарков и трогательных слов самих ветеранов, которые не только принесли нам победу, но и продолжают трудиться на благо Родины и в мирное время. Победа нам досталась нелегко. Мы нас стреляли, нас бомбили, нас танки мы давили. Но все, солдат нас выдержал, за чизну мать. И вроде не выдержали, повернулись пять. Слава нашему главному герою, советскому солдату. Это он сумел одарить лютого врага. Слава его на долгие годы, слава на яка. Еще одним предпраздничным событием стало открытие после ремонта дома-музея героя Советского Союза Александра Яковлевича Фирсова. Находится он в селе Поляки Путятинского района. Работы по ремонту дома-музея и облагораживанию территории провели рязанские полицейские при поддержке общественного совета при региональном ОМВД. На открытии обновленного дома-музея героя Советского Союза Александра Яковлевича Фирсова в селе Поляки Путятинского района собрались многие местные жители. Они хорошо знают о подвиге своего земляка. Младший сержант Александр Фирсов в 1945 году при прорыве укреплений у города Дунин в Северном Китае повторил подвиг Александра Матросова. Из расходов в боеприпасы он подобрался к кражескому доту и своим телом закрыл амбразуру, чтобы отделение могло продвинуться вперед. В честь подвига героя земляки на его малой родине организовали дом-музей, в котором сохраняют память об Александре Фирсове. Там письма есть из Болгарии, писали к нам. Из Дальнего Востока, очень много Дальнего Востока, они фотографии, там пать Фирсова устроили, специальная такая впадина между горами. Памятник ему там поставили, он Фирсову. Ну вот на этой карте показано место, где он совершил этот вот подвиг свой. Еще недавно состояние дома-музей Фирсова находилось в крайне плачевном состоянии. Протекающая крыша, покосившийся забор, неухоженная территория. В канун 70-летнего юбилея Победы местные жители обратились с просьбой помочь восстановить дом, в котором родился и до ухода на фронт жил Александр Яковлевич Фирсов, к начальнику рязанской полиции Николаю Николаевичу Пелюгину во время его объезда Путатинского района. С этого и началась наша, скажем так, трудовая деятельность. Мы восстановили в полном объеме дом, поменяли крышу, покрасили, подняли углы, которые были сгнившие и провалились в землю. Ну, сейчас вы сами видите, в каком состоянии дом. Шацкие и путатинские полицейские к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне взяли шефство над музеем и привели его в порядок. Огромное всем, всем, всем спасибо. И особенно Николаю Николаевичу. Все благодарим. Накануне праздника местные жители вместе с полицейскими осмотрели экспозицию музея и вспомнили о подвиге Александра Яковлевича Фирсова и всех других воинов-фронтовиков, завоевавших Великую Победу. В нашем городе начала работу выставка, на которой представлены фронтовые письма советских солдат. В зале представлены судьбы рязанцев в обзоре событий Великой Отечественной войны. В экспозиции собран уникальный архивный материал, благодаря которому воссоздан образ Рязани, города, объявленного прифронтовым в годы Великой Отечественной войны. Фронтовые письма хранят и берегут не случайно, ведь у каждого из них своя история. Иногда, читая их, наворачиваются слезы. Тут и описание Великой Отечественной войны. И рассказ о том, через что приходилось проходить ее участникам. И вера в победу. Такие письма – это, безусловно, важный исторический источник. Но многие из них плохо сохранились, и разобрать, что там написано, со временем стало сложно. Так Евгений Филиппович Рязков уже много лет безрезультатно пытался найти возможность расшифровать и отреставрировать фронтовые письма своего отца. Ему помогли в экспертно-криминалистическом центре ОМВД России по Рязанской области. Полицейские с удовольствием приняли участие в таком благом деле. Суть восстановления состояла в том, что письма были старые, достаточно бумага уже искрошена. Поэтому работа представляла сложность с точки зрения безопасности обращения. Несвежий все-таки документ, достаточно старый. Сама методика – это усиление контраста. Это с использованием различных методов и приборов. Сделать так, чтобы штрихи, которые уже выцвели, опять заиграли всеми теми красками, когда только что это письмо было написано. Итак, письма успешно восстановлены. Теперь есть возможность передать их потомкам. Ну и напоследок новости от рязанских наркополицейских. Сотрудники госнаркоконтроля задержали злоумышленников с очередной партией синтетических наркотиков. Подробнее в сюжете. Сотрудники ОФСКН России Паризанской области предотвратили распространение крупной партии синтетического наркотика. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан с поличным очередной курьер-закладчик. В процессе оперативной работы наркополицейские установили личности 20-летнего жителя города Спасклепики, который, постоянно меняя адреса проживания, занимался бесконтактным распространением в Рязани синтетических психоактивных веществ. Работодателем являлся небезызвестный среди наркопотребителей нелегальный интернет-магазин. Юноша получал оптовые партии наркотиков, фасовал их на дозы и осуществлял закладки. Наркополицейские задержали сбытчика на улице Тимакова, где он забрал из схрона новую партию криминального товара. При личном досмотре у него был изъят большой полимерный пакет с белым порошком, именуемым на сленге «Кристалл» общей массой почти полкилограмма. Следственным отделом управления наркоконтроля возбуждено уголовное дело по факту приготовления к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. Решением суда фигурант арестован. А сегодня наш город стал безопаснее на 9 килограммов наркотиков. Межведомственная комиссия в составе представителей УФСКН России Паризанской области, Управления Росздравнадзора и Управления Роспотребнадзора Паризанской области провела плановое ежемесячное уничтожение наркотических средств. Путем сожжения ликвидирована партия наркотиков массой 9 килограммов 374 грамма. В нее вошли запрещенные вещества 18 наименований, включая как традиционные героины марихуану, так и синтетические препараты новых видов, которые изымались сотрудниками УФСКН в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий и являлись вещественными доказательствами по 25 уголовным делам. 27 фигурантов этих дел, содержатели притонов, сбытчики и изготовители наркотиков понесли заслуженное наказание. Таким образом, в уголовных делах поставлена последняя точка, а смертельно опасные вещества уже никому не причинят вреда. Это все новости на сегодня. Завтра будет новый день, а значит у наших авторов будет много работы. Ну а далее в эфире, как обычно, программа подробностей, гостем которой стал Михаил Малахов, путешественник, покоритель русской Аляски и знаменитый исследователь. А расскажет он об одной из своих экспедиций, в которой ему, сыну советского фронтовика, удалось поработать с сыном немецкого солдата. Ну а мы с вами скоро увидимся. Смотрите нас на «Рязанских кабельных». Всего доброго. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова